Новоуральск стал площадкой совещаний методистов и специалистов детских школ дополнительного образования из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды, Азбеста, Каменско-Уральского и других городов Свердловской области. Это первая встреча после длительного перерыва, связанного с пандемией. Очень приятно, что Новоуральск стал такой важной диалоговой площадкой для профессионалов музыкального, художественного образования. Потому что действительно в прошлом году жизнь испытывалась у нас на прочность и пришлось принимать очень много новых, нестандартных решений в части образования, в части вообще подходов к своей работе. Мы, наверное, даже предположить не могли ровно год назад, что вот так оно все обернется и совершенно новые формы, новые форматы взаимодействия с учащимися появятся в нашей работе. Мы сегодня радушно встречаем председателей советов, директоров территориальных методических объединений Свердловской области. Наша область, она огромная, 162 школы, и сегодня руководители всех советов стали нашими гостями. И, конечно, приятно, что Новоуральск в такой прекрасный весенний день вновь становится открытым городом для творчества, искусства и, конечно, музыки. Сегодня вместе с нами будет руководитель ресурсного регионального центра. И, конечно, в первую очередь задача, которая стоит перед советом председателей советов-директоров, это, в первую очередь, конечно же, координация деятельности всех школ искусств Свердловской области, поиск новых траекторий развития. Программа мероприятия насыщенная и разноплановая. Участники побывали в детской школе искусств, в музейном выставочном центре, филиале Новоуральского историко-краеведческого музея, публичной библиотеке и детской художественной школе. Для нас, художников, для нас, для детской художественной школы, это тоже очень важно, потому что мы, по сути, одно художественное сообщество, художественно-педагогическое сообщество. Мы решаем одни задачи. Мы реализуем разные программы, но все эти программы объединены любовью к искусству, которую мы воспитываем в наших детях. Сейчас учреждения дополнительного образования переходят из онлайн-режима в офлайн, и важно сохранить тот опыт цифровизации, который приобретен в период пандемии. В ходе совещания участники областного совета методистов познакомились с действующими успешными муниципальными практиками. Новоуральская открытая консерватория, Всероссийская летняя творческая школа для одаренных детей рифей, Новоуральское передвижничество, VR-технологии, музыкально-компьютерные технологии и диджейинг, синергетический подход к организации образовательной и проектной деятельности учреждений культуры. Директор регионального ресурсного центра в сфере культуры и художественного образования Наталья Клещева раскрыла перед участниками тему цифровизации как путь развития детских школ искусств в современном медиапространстве. Конечно, обучение на скрипке невозможно онлайн провести. Мы все понимаем, что тактильно передаются знания от педагога к ребенку много лет, и это уникальная система. Но благодаря вот этим цифровым технологиям, которые были нами освоены в таком экстренном порядке, причем освоены большим количеством людей, это и преподаватели, и родители, и дети, мы обрели, во-первых, большую методическую базу, мы многому научились, и сейчас это все тоже может использоваться. И именно в Новоуральске представлен опыт инновационных технологий, среди них информационные технологии, и поэтому, наверное, сегодня тема нашего областного совета директоров как раз касается того, что Новоуральск умеет делать лучше всех. Новоуральцам, жителям города Новоуральска очень повезло, потому что очень много учреждений, учреждений культуры, а что для себя отметил, то, что все учреждения работают в одной единой связке. Для жителей Новоуральска очень много проектов, совместных проектов, которые обогащают культурное пространство всей территории. Мария Антонова, Антон Пылаев, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания.